За 9 месяцев этого года жители Коми перечислили более 61 миллиона рублей в счет будущих пенсий в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Год назад прием новых участников в проект софинансирования завершился. Впрочем, программа продолжает работать. В каком режиме, узнаем прямо сейчас у заместителя управляющего региональным отделением пенсионного фонда Людмилы Апитерна. Людмила Дмитриевна, добрый вечер. Так как же теперь работает программа? Вы знаете, программа, конечно же, продолжает работать. На сегодняшний день, как вы уже сказали, мы не получаем заявление о вступлении в программу, потому что прием заявлений закончился в прошлом году. Но тем не менее, те граждане, которые уплачивают страховые взносы, свои дополнительные страховые взносы на накопительную часть, они продолжают их уплачивать. Эти взносы софинансируются государством. И понятно, что пенсионный фонд в рамках тех полномочий, которые имеются у него, он разносит все эти данные на индивидуальный лицевый счет. Это застрахованных лиц, для того, чтобы в дальнейшем гражданин мог получить свою накопительную часть пенсии. Скажите, пожалуйста, а появится ли у граждан еще возможность вступить в эту программу? На сегодняшний день правительством Российской Федерации одобрен законопроект, который, скорее всего, он будет принят Государственной Думой, который, на наш взгляд, позволит немножко увеличить сроки приема заявлений и вступить в программу по дополнительному софинансированию пенсий. И в то же время, мы так считаем, что, скорее всего, будет уточнена дата первого платежа. На сегодняшний день в законе это так немножко размыто. А скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям или, может быть, есть такая статистика, какие суммы в среднем откладывают жители Коми себе на пенсию? Ну, если говорить о суммах, то вот на сегодняшний день мы, конечно, такую статистику ведем. И из тех граждан, которые сегодня уплачивают страховые взносы дополнительные на свою пенсию, это вот в среднем где-то порядка 19-20 тысяч без софинансирования. Если сюда еще включить софинансирование стопроцентное, то это будет порядка 38 тысяч. Однако здесь нужно заметить, что те люди, которые сегодня вступили в программу, они не все уплачивают дополнительные страховые взносы. Здесь как раз речь идет о тех, кто уплачивает эти взносы. То есть вступил в программу и производит оплату дополнительных страховых взносов. Людмила Дмитриевна, а вот какие, на ваш взгляд, преимущества и недостатки у программы имеются? Ну, преимущества, на мой взгляд, конечно, существенные. Во-первых, это стопроцентное софинансирование государством той суммы, которую мы с вами, если мы в эту программу вступили и оплачиваем дополнительные взносы, государство нам софинансирует. Но здесь необходимо отметить, что софинансирование государства осуществляет только тех средств, которые находятся в пределах от 2 до 12 тысяч рублей. Если гражданин уплатил менее 2 тысяч рублей, понятно, что эти данные будут на лицевом счете, они в дальнейшем будут возвращены гражданину в зависимости от той выплаты, которая ему будет положена. Но государство ему не софинансирует эти средства, поэтому уплатить надо обязательно не менее 2 тысяч рублей. И государство в соответствии с законом софинансирует не больше 12 тысяч рублей. Второе, это каждый гражданин может сделать налоговый вычет на ту сумму, которую он оплатил, но опять-таки не более 12 тысяч рублей. Третье преимущество, на мой взгляд, это то, что эти средства могут в случае смерти застрахованного лица получить правоприемники. Если накопительная часть не была гражданину назначена, то все средства пенсионных накоплений, а вот эти все средства, которые находятся на накопительной части, они называются средствами пенсионных накоплений, они могут быть получены правоприемниками. Но если говорить все-таки о минусах программы, есть они? Ну вы знаете, сегодня каких-то таких явных минусов я не вижу. Есть единственный вопрос, что эти средства инвестируются, то есть на сегодняшний день, ведь кроме того, что на лицевом счете будут средства дополнительных взносов, обязательные платежи на накопительную часть, еще эти средства инвестируются. То есть каждый гражданин имеет право, кто имеет накопительную часть, внести эти средства или в негосударственный пенсионный фонд, или в какую-то управляющую компанию, в государственную или негосударственную. Ну вот на сегодняшний день, пока у нас негосударственные пенсионные фонды, они вот такую проходят процедуру, где они должны акционироваться, создается система гарантий, поэтому вот такой небольшой промежуточек на сегодняшний день существует. Это как раз в этом году все происходит. Это в этом году все происходит. А скажите, пожалуйста, насколько активно жители Коми присоединились к этой программе, вот если сравнивать, может быть, с другими регионами? Ну вообще жители Республики Коми очень активные. Если говорить о количестве, то у нас на сегодняшний день порядка 78 тысяч человек вступили в эту программу. Это где-то 16% активного населения Республики Коми. А если рассматривать это в целом по Российской Федерации, то мы занимаем где-то 8 место по России по активности вступления в данную программу нашими жителями. Людмила Дмитриевна, спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Спасибо вам. Ну а я напомню о программе субфинансирования пенсии. Сегодня в студии мы говорили с Людмилой Апитерной, заместителем управляющего регионального отделения пенсионным фондом.